Снимаем контент для вас на крыше бульдозера! В этом видео будет много техники, будет много механизированных процессов, поэтому ставь лайк, если так же, как и мы, любишь технику, и обязательно досмотрев ролик до конца. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, доброе утро! Я опять в Ейске. В общем, изначально цель моей поездки была обучиться обрезке, понять там кое-какие нюансы и вопросы, которые у меня были в голове, снять ролик про обрезку. Но я подумал, что было бы интересно показать, что сейчас происходит в хозяйстве, какие операции у них выполняются, как они готовятся к сезону. Друзья, сейчас мы с вами приехали на посадку молодых саженцев, поговорим с Пашей о том, на что нужно обращать внимание, какие есть тонкости при посадке, какие нюансы. В общем, погнали! Сегодня мы на самом важном этапе в садоводстве. Закладка нового сада. Вот так у нас готовятся квартала под посадку. Специальная фреза спида. Копает траншейку, в которую уже потом будут закладываться новые саженцы. Давай! Копает ее с двух сторон, чтобы максимально механизировать труд. Выглядит это все по итогу будет вот так. После нарезки бороздки мы раскидываем саженцы пучками по 11 штук в 8-метровом пролете между столбами. Саженцы закапываются, притаптываются. После этого обязательно проходит бочка и проливает их водой, чтобы создать специальную рубашку вокруг корневой системы, чтобы саженец уже с первых моментов после закладки начал просыпаться. Паш, а когда выбираешь саженцы, на что нужно обращать внимание? В первую очередь мы смотрим на здоровье саженца. Саженец должен идти без различных болезней. А какие болезни и как их увидеть визуально, например? Ну, например, распространенная болезнь в Европе – это корневой рак. Мы должны убедиться, что саженец у нас идет без различных заболеваний, чтобы не перенести их из Европы в нашу землю. Саженец считается элитным при наличии 7 и более ответвлений. С данных саженцев при должном уходе мы сможем собрать около 7-8 тонн с гектара уже в первый год. Также при покупке саженца мы смотрим на высоту прививки. Она должна быть минимум 15 сантиметров. И толщина центрального проводника не менее полтора сантиметра. А откуда вы привезли эти саженцы? Из Сербии. А, эти из Сербии. Там хороший питомник? Да, есть питомник. Называется Севеплант. Это дочерняя компания голландского питомника Вербек. Это очень хорошие саженцы. Я был у них на питомнике. Я знаю технологию их производства. Мы доверяем этому послачивому материалу. Сколько стоит один саженец? В зависимости от сорта, в зависимости от того, двухлеткая это или однолетка, от 2,5 до 3 евро. Но конкретно вот этот сколько стоит? Эта двухлеточка. Она стоит 3 евро. Паш, мы с тобой были в холодильнике. У вас полный холодильник саженцев. Сколько вы их привезли? Какие сорта? И сколько гектар вы планируете заложить в этом году? В этот год мы привезли около 280 тысяч саженцев. Это ориентировочно 70 гектар. И мы привезли классические сорта, такие как Ретта и Дорет, Дженна Голд, Фуджи и новые сорта. Например, Мэджик Старт. А вот это что за сорт? Конкретно это Дженна Голд Рубин. Паша, а сколько они деревьев сажают в день? Одна бригада из 13-14 человек может посадить около 3000 деревьев. Сколько они получают денег? На посадке люди всегда зарабатывают хорошо, при условии, что они хорошо садят. На посадке человек может заработать около 1400-1500 рублей. За день? Да. Но это, по-моему, не самая тяжелая работа. Да, но она должна быть выполнена аккуратно, потому что закладка сада – это то, с чего начинается садоводство. Здесь нужно учитывать каждый момент, высота прививки, чтобы саженцы ровно друг от друга стояли, расстояние между саженцами, как таковое, чтобы у нас могла фреза зайти. Очень много моментов. И нужно быть очень аккуратным. Вот это наш новый эксперимент. Мы купили несколько маленьких китайских тракторов. Они то ли на 28, то ли на 35 лошадиных сил. Но этого вполне хватает для того, чтобы выполнять такие работы, как катать тележки, катать плодовозы. И вот в преддверии начала подготовки к сезону мы выбиваем маленькую траву, которая уже начинает расти. Конкретно на этот трактор мы повесили гербицидку. Сейчас мы поедем посмотрим, как она работает. Вот так этот маленький трактор справляется с травой, работает на гербицидке. В смену он может обрабатывать около 15 гектар плодоносящих садов. Паша, каким препаратом пользуетесь? Мы работаем одним препаратом, который уже на протяжении нескольких сезонов себя очень хорошо зарекомендовал. Как называется? Это препарат Ураган Форте на основе глифосатокислоты. А кто производитель? Сингента. А, тоже Сингента. Я смотрю, у вас много продуктов Сингента. Да. Также при работе с гербицидами вы должны учитывать один очень важный фактор. Это кислотно-щелочной баланс воды. pH должен быть не больше 7-7,5. Если у вас повышенный pH, вы должны разбавить его либо лимонной, либо ортофосфорной кислотой. Иначе препарат не будет действовать в полную силу. А, то есть это действует на эффективность препарата? Конечно. Если у вас pH выше 8-9, у каждого препарата есть свой период полураспада. И через несколько часов вы можете просто пропрыскать ряд обычной водой. Вот это, кстати, полезная информация. Лайк. Лайк тебе, Паша. Здесь у нас проходит мульчирование веток, которые у нас остаются после обрезки. Спереди трактора у нас идет специальная щетка, которая выбивает из ряда вот эти ветки, которые остались, выкидывает их в ряд. И после трактора идет мульчер, который перебивает все вот эти оставшиеся ветки в щепки. Это самый экологичный способ, как избавиться от этой древесины. Нам не нужно ее сжигать. Мы ее просто перерабатываем. Посмотрите, как у нас чисто в ряду. Остаются только мелкие ветки, которые никак не мешают производству и дальнейшему проезду техники. Куда ты меня везешь? Сейчас мы едем к нашему бульдозеристу и угостим его нашим яблочком. Так, что он делает? Он выравнивает почву после поднятия плантажа. Мы подняли плантаж на 70 сантиметров. Сейчас он ходит с балкой, выравнивает землю, чтобы мы могли подготовить квартал к дальнейшей посадке. После того, как мы выкорчевали старый квартал, подняли плантаж, разровняли его, убрали корни, мы его размечаем и начинаем ставить столбы. На современных карликовых подвоях дереву необходимо шпалера. Шпалера у нас состоит из устанавливаемых столбов и натянутой на нее проволоки. Каждое дерево будет привязываться к своему уровню проволоки. В данном случае мы протягиваем 5 рядов. На этапе установки столбов очень нужно ровно промерить все между ряди, чтобы у нас ряд шел прямо, чтобы у нас пробивались диагонали, чтобы у нас расстояние между рядами в междуряде было ровно 3,5 метра. И это было на каждом ряду. Процесс установки столбов происходит следующим способом. Штырем пробивается земля. Также из штыря подается вода, чтобы смягчить почву. Далее идет установка самого столба. И после этого человек пробивает столб уровнем, чтобы посмотреть, прямо он стоит или криво. Таким образом, одна бригада из 4 человек и 2 трактористов может установить около 130-140 столбов за одну смену. Ну что, друзья, вот и подходит к концу рабочий день в этом саду. И вы сами видели, как они готовятся к сезону, что сейчас происходит, какие операции они выполняют. И так вот, если на секундочку задуматься, какое количество людей, техники и усилий нужно приложить, чтобы вырастить этот урожай. Я создаю эти ролики для того, как раз чтобы показать, как работает сельское хозяйство в разных его направлениях. И, может быть, вы узнаете там для себя что-то новое, познакомитесь с новыми фермерами, с новыми хозяйствами и какими-то, может быть, продуктами. Спасибо тебе большое за просмотр. Обязательно подпишись на канал, если еще не подписался. Ставь лайк, пиши комментарий и увидимся в следующих выпусках. Пока!